Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы, сегодня 9 мая, четверг, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Сегодня большой праздник, поздравляю всех с Днем Победы и переключаемся сразу на новости. Почему? Потому что сегодня, кроме того, что в Швейцарии, оказывается, кого-то вознесли, а вот через буквально час у нас будет ставка по фунту, и у меня есть торговая идея по фунту, которую мы с вами обсудим на графике. Поехали! Итак, начнем с котировочек золота, которые застряли в каком-то прям треугольнике, ждут, видно, новостей по баксу. Очень странная ситуация, я не вижу здесь ничего пока любопытного. Был у нас тест лонгового слома, скорее всего, вот это все вынесут по хаям, но пока прям четкого сигнала нет, ну, если не считать тех, кто купил на фонках. По паре евро-доллар у нас отработалась сегодня полностью, отработалась торговая идея на понижение, которую мы брали на пробой. Давайте, кстати, вспомним, как это было. 7 мая я давал торговую идею на пробой, была площадка SellStop, стоп-300, тейк-500, это новая торговая стратегия, в рамках которой я даю аналитику. И именно сегодня прошли мы ровно 200 пунктов на пробой, ну, после пробоя площадки 6-7 мая. Очень долго тут рынок шел, ну, как долго, по большому счету, сутки, можно сказать, с небольшим, но торговая идея отработалась. Поздравляю, кто участвовал, новый торговый метод плюсует, как черт, тьфу-тфу, надеюсь, надеюсь, так дальше и будет. По евро, пока новых торговых идей нет, что любопытно, что минимумы между 3 мая и сегодняшним днем не были пробиты, поэтому, я думаю, сюда можно подкинуть новый стоповый пробойный ордер на пробой вот этого дня по площадке и сегодняшнего дня, если мы хорошо скорректируемся. Ну, а те, кто любит торговать сломы, для них тоже есть хорошая новость, можно попытаться продать от этого слома со стопом за него и стейком именно за вот эту площадку. По паре фунт-доллар, кроме того, что отработалась площадка между 3 и 7 мая на пробой, но, я думаю, вы это помните, сегодня очередной отскок от минимума вчерашнего дня и минимума 1 мая, поэтому не вижу никаких проблем поставить отложенный ордер на пробой под минимум сегодняшнего дня стейк профитом 200 со стопом 300-500, ну, я думаю, 300 здесь должно хватить. Сегодня ставка по фунту, я думаю, здесь будет хорошая волатильность и все это пробьется. И об этом сегодня, кстати, была торговая идея. Торговая идея на пробой. Ну, я, собственно, ее вчера давал, она продолжает жить вот под минимумом вчерашнего дня. По австралийцу. Австралийц тоже корректируется, я думаю, еще немножко откатят и потом по вот этим хаям пройдется. Напоминаю, что большая торговая идея на дневном таймфрейме продолжает существовать и после небольшого отката вот это все будет забрано рано либо поздно. Еврокадик тоже пока спит в диапазоне. Здесь интересных торговых идей нет. Да, у нас был ложный пробой на... Что там у нас были? На нонфармах. Подрастаем. Те, кто хочет покупать, лучше дождаться, конечно, тестов фланговых сломов, да, если кто-то хочет купить. Те, кто хочет продать, они продают от шартовых сломов. Собственно, как обычно у нас это происходит. Доллар-иена. Доллар-иена очень глубоко откорректировалась. Фактически половину всего движения уже компенсировала. Я пока не вижу здесь вариантов что-то подкидывать. Если вы, конечно, не любите растянуть расширение покойного Антонио Фибоначчи и не увидеть откат 50%, который сейчас есть. Если у вас хватает денег поставить стоп-лост на 4700 пунктов, то вы, в принципе, можете поиграть на понижение в этой зоне. Нефтяночка. Нефтяночка у нас корректируется. Здесь торговых идей я пока не вижу, но в рамках тех же самых пробойных историй ее тоже можем посмотреть, хотя она идет, конечно, не так активно, как другие инструменты. Биткоин тоже подваливает. Те, кто хочет купить биткоин, у вас есть шанс купить его на сломовом сломе, который проходил на прошлой неделе. Осталось, в принципе, немного. Индекс доллара нас пока не интересует в этой зоне. Индексы S&P 500 на хаях, NASDAQ на хаях. STOX тоже довольно высоко торгуется. Самый техничный пока DAX. Те, кто купил от лонгового слома, уже будут скоро фиксировать прибыль. Очень любопытный инструмент. Обратите внимание. Газик стоит дорого. Купим ниже полторашки, если дадут. Пока нам такие ценники не нужны. Если доллар будет укрепляться, и вы хотите отработать его слабость, в будущем, то сделать это лучше через доллар-франк на пробои сентябрьских хаев, раскинув сетку лимитных продаж с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку по вот этой схеме. Напоминаю, с доллар-франкой дальше нас интересует сеточный метод торговли. И здесь, по большому счету, ждем, когда инструмент зайдет в зону наших интересов. По канадцу-франку тоже самое. Идея коррелирует. Поэтому выберите один инструмент между этими двумя. Канадец иена возвращается. Напоминаю, у нас план на понижение здесь есть. Вы здесь также можете растянуть в рамках односторонней торговли в расширении Фибоначчи, дождаться полтосика, либо в этой зоне внимательно попытаться обшортить на пробой вот этой площадки. От текущей до нее, текущую цену до нее почти 10 тысяч пунктов. Франк иена та же самая абсолютная история, что и канадец-иена. Инструменты коррелируют, поэтому выберите один из них. Австралиец-канадец. Ждем выхода за верхнюю площадку для набора шартов, пока не дошли. Напоминаю, что новозеландец-франк тоже мрачно давит на уровень, который называется, ну, фактически 0.55. К нему подходили уже два раза. У нас есть пин-бар захватчик. Я думаю, что в ближайшее время это все будет вынесено мощным импульсом. Австралиец-новозеландец корректируется, но набирать его в шарты будем гораздо выше. Еврокадик тоже легкие коррекции, но напоминаю, что у этого инструмента большие лонговые планы. Надеюсь, они отработают. Евро-франк ждем повыше для набора сетки лимитных продаж. Здесь нас не интересует инструмент Евро-Ауди. Ждем на границах диапазона, пока мы сюда не дошли. И сельверочек у нас, друзья мои, тянется на пробой 30-ки, где у вас должны стоять тейк-профиты в рамках большой трехволновой структуры, которая начала появляться еще в 2020 году. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Итак, большая просьба, говорите о каких таймфреймах идет речь. Спасибо. Да, сегодня сказал всем спасибо. Почти день закончился. Какой прогноз? Уважаемый юзер VD9DG9NQ1V Если вы больны игроманией и любите поторговать с утра, то в большинстве случаев вы останетесь без денег уже ко второй половине дня. И к той волатильности, которую дает американская сессия, у вас просто не хватит денег. Поэтому послушайте меня внимательно. Торговать лучше на американской сессии, а на европейской сессии, для тех, кто торгует в европейское время, лучше работать, зарабатывать денежки и заниматься благосостоянием своей семьи. А играть в Forex лучше вечером на хорошей волатильности, когда у вас есть деньги, есть силы и есть желание это делать. Иначе весь день вы будете сидеть в просадках, кусать локти, что же делать дальше и ждать вечерней активной американской сессии. Поверьте, моему большому многострадальному трейдерскому опыту я знаю, о чем говорю. Так, спасибо Андрей за обзор. Фунтик хорошо себя отработал. Вторая площадка совпадает с цирюльником. Да, да, да. Но я цирюльника пока, друзья мои, не пользую. У меня есть свои мнения на этот счет. Я их буду озвучивать в своих других мастер-классах, что так поздно ответ на этот вопрос я уже дал. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока.